В прошлый раз мы решили квадратную равненную. И у квадратного равнения была замечательная формула. Минус b плюс минус корень из b квадрат минус 4ac лить на 2. Квадратное равнение ax квадрат плюс bx плюс c равно 0, где а не равно 0, обратите, пожалуйста, внимание, здесь стоит знак плюс-минус. Что это означает? Это означает, что вы на самом деле можете взять и поменять местами два корня. Правда, обычный школьник скажет, а что значит поменять местами? Ведь одно из этих чисел больше, а другое меньше, поэтому свойство изменится. Так вот, мы с вами должны очень хорошо и очень глубоко разобраться в этом вопросе. А именно, мы должны понять, что такое симметрия корней уравнения. Потому что без этого мы не справимся с доказательством теоремы о том, когда уравнения разрешимы, мы должны понять, что такое симметрия корней уравнения. Для этого мы обязательно должны выучить, что такое группа. А у групп там целая наука. Есть автоморфизмы, есть внутренние автоморфизмы, нормальные подгруппы. Будут у нас, замечательная вещь, группы подстановок. У нас будут, ой, такой ужас, разрешимые группы и неразрешимые группы. Так вот, ребята, понятно, что это все тяжело. Сегодня разберем, как решать уравнение четвертой степени. Причем сначала поговорим, как его можно решать, что называется, ненаучно. А потом посмотрим, может быть, все-таки с этими перестановками, с группами тоже как-нибудь его сможем решить. Поехали. Уравнение четвертой степени. Сначала делаем ровным то же самое, что делал и в прошлый раз для уравнения третьей степени. А именно делим все на А. Получается такой вот х четвертый, Б разделить на А, х в клубе, ну и так далее. Ничего, собственно, интересного, ничего нового. Дальше, так же, как в прошлый раз, делаем такую замену. Вот, смотрите, выделяем полную четвертую степь. Что это в данном случае означает? Вот здесь написано х в четвертой степени, замечательно. Дальше написано 4х в клубе умножить на Б разделить на 4А. Это я переписал вот так слабо. Ну, замечательно. Дальше понятно, что я напишу. Я напишу 6х в квадрате, Б в квадрате разделить на 4А в квадрате. 4х умножить на Б в клубе разделить на 4А в клубе. И, наконец, Б разделить на 4А в четвертой степени. А дальше вы уже прекрасно понимаете, что будет. Дальше я перепишу все то же самое со знаком минус. И перепишу вот это вот со знаком плюс. Поехали. С разделить на Ах квадрат минус 6х квадрат, Б в квадрате разделить на 4А в квадрате. Дальше что там у нас? Д делить на Ах минус 4х, Б в кубе делить на 4А в квадрате. Дальше плюс Е в делить на А минус Б разделить на 4А в 4. Ну, господа, смотрите, что теперь видно. Вот это вот, это Х плюс Б разделить на 4А в четвертой степени. Кто не знает, ну не кто на проекте. Вот эта вот штука, это в точности Х плюс Б разделить на 4А в четвертой степени. Значит, я ввожу новую неизвестную, так же, как это делал в прошлый раз, будет, это у меня называться, Y, X плюс Б разделить на 4А. И вот, вот, все вот это длинное выражение напишется просто. Y в четвертой степени. Очень хорошо. Очень хорошо. Y в четвертой степени. А вот дальше нужно сделать так. Вместо Х надо подставить Y минус Б разделить на 4А. Рассказать все скобки. И в результате вот этого длинного страшного выражения запишется в каком-то таком виде. Сколько-то Y в квадрат, сколько-то Y и еще какой-то X. Все. То есть, господа, когда была третья степень, то было там Y куб плюс сколько-то Y плюс постоянное число. Сейчас мы точно так же степень следующую за старшую уничтожили, ну а остальные мы таким способом не можем уничтожить. Все. Переписываю уравнение. Переписываю уравнение. Y в четвертой плюс PY квадрат плюс QY плюс R равняется нулю. P, U, R, некоторые конкретные числа, которые выражаются через это CTE довольно длинными формулами. Но в конце концов, какая разница? Какие-то формулы есть. Какие-то конкретные формулы с какими-то коэффициентами. Вот. Замечательно. Пока все понятно. Вот сейчас, ребята, дальше есть два способа. Либо по науке, либо метод Феррали. Метод Феррали был придуман удивительно быстро после того, как был придуман равном. Метод Феррали без всякой науки, без всяких перестановок, это идея формулы разности квадратов. То есть, хочется, чтобы вот это выражение стало бы разностью квадратов. На первый взгляд, какая-то совершенно безумная, безумная мечта. Потому что откуда тут вообще разность? Понимаете? Выражение Пу квадрат плюс Ку Ир плюс Эр вовсе не обязательно является квадратным. Вот, понимаете? Если бы это было, скажем, Ку и Эр это нули, а П минус единица. Замечательно. Получили разность квадратов. Ну, а так это какой-то многочин второй степени, и непонятно, что с ним делать. А вот, понятно. Оказывается, надо взять и написать так. Написать Ир в четвертый плюс К... Два Игрек квадрата и Тета. Замечательно. Плюс Тета квадрат. Плюс П минус Ку Ир плюс Эр минус Тета квадрат. Ребята, давайте еще раз посмотрим. Потому что, как ни странно, на этом вообще все должно закончиться. Я пытаюсь выделить здесь квадрат. Ну, конечно, Игрек в четвертой это и так квадрат. Но я думаю, а какой бы квадрат здесь еще мог быть? Вот, например, могла бы быть такая штука, как Игрек квадрат плюс какое-то число. Посмотрите, вот эта штука, это Игрек квадрат плюс какое-то пока неизвестное любое число в квадрате. Но если уж я прибавил 2 Игрек квадрат Тета и Тета квадрат, то надо Тет квадрат вычесть и 2 Игрек квадрат Тета тоже надо вычесть. Получается вот такое выражение. Это не повторяем многочлен степени не выше второй от Игрека. Ребята, повторяю мечту. Я хочу, чтобы была формула разности квадратов. Это означает, что я хочу, чтобы вот это выражение было бы квадратным. Давайте вспоминать вообще, в каком случае у нас квадратичный трехчлен является квадратным. Давайте вспомним, скажем, Игрек плюс Бета в квадрате. Умножить еще на какой-то эфициент. Это что такое? Это К Игрек квадрат плюс 2К Бета Игрек плюс К Бета квадрат. Вот каким важнейшим свойством обладает квадрат? Это очень просто. Дискриминант у него чему равен? Нулю. Давайте вспоминаем, почему. Дискриминант вот этого квадратного трехчлена. Это надо вот это взять в квадрате. 4К в квадрате Бета в квадрате. И вычесть 4 умножить на коэффициент при Игрек квадрат и на свободный член. Ребята, вообще интересно знаете, что дискриминант равен нулю, когда уравнение квадратное имеет кратный корень. Это и означает, что он записывается в таком виде. Значит, если я хочу, чтобы вот это выражение было бы на самом деле квадратом, то я должен обязательно написать здесь дискриминант. Да, пожалуйста. Дискриминант. Это квадрате минус 4 умножить на П минус 2К и умножить на Р минус 5 квадрат. Если мы с вами приравняем нулю, решим это уравнение третьей степени, то вот эта штука станет такого вида. Ну, с какими-то конкретными коэффициентами К и Бета. Вот, кстати, все понимают, что это К. К это что такое? Это вот это что, да? В минус 2Т. Так, а что такое вот это Бета? Подойдите сюда. Бета это на самом деле Ку, деленное на 2К. Поним? Вот, замечательно. Ку, деленное на 2В минус 2ТТ. Мне это на самом деле не очень интересно, потому что, я вам все уже сказал, метод Фергари, решение уравнения третьей степени, состоит в том, что вы рассматриваете вспомогательное уравнение третьей степени. Вот оно выписано. Мне кажется, не имеет смысла здесь все скрывать скупки, потому что станет даже менее понятно, чем так. Вот, смысл такой. Взяв в качестве ТЭТа корень вот этого уравнения, любой, не важно, какой это уравнение, вы получаете, что уравнение четвертой степени записывается вот в таком виде, ну, а дальше все понятно. Дальше, если вот это что положительное, то есть, есть на корне и вообще нет, да? Ну, точнее, и это должно быть равняться нулю, да? Вот, если же у нас это отрицательное, то это разность квадратных. Разлагается, получается 2 квадратных уравнения. Ну, и в комплексных числах тоже решать не проблема, да? В комплексных числах вы просто вот это переносите, извлекаете корень, получаете там с плюс-минусом 2 квадратных уравнения. В общем, все. Метод Феррари сводит уравнение четвертой степени к уравнению третьей степени. Ребята, это замечательная вещь. Нам почему-то удалось так сделать. Вот какое-то такое вот странное преобразование. Заметьте, оно абсолютно, что называется, ненаучное. Оно из 6-го, 7-го класса, да? Это формула квадрат суммы и формула, когда квадратный трехчлен является полным квадратом. Да, это все совсем легко. Это все совсем легко. Но почему-то уравнение четвертой степени для своего решения захотело, чтобы мы сначала решили уравнение третьей степени. Так вот, ребята, это самая теория Глуа, теория конечных расширений полей. Теория конечных расширений полей она как раз и объясняет глубокий смысл того, почему же все это возникло. И очень хочется, конечно, все это понять. Итак, вот оно, q квадрат минус 4, p минус 2 θ умножить на r минус θ квадрат. Вот, вот это что-то должна быть. Хорошо? Хорошо.